Несколько слов о том, как проходит конференция, какие вообще задачи, цели этой конференции и как они реализуются. Ну, очень самым важным моментом это то, что представляется живой опыт с регионов, то есть что реально делается в области медиообразования, какие реально шаги предпринимаются, как дети изменяются. Очень интересна, кстати, ваша презентация вчера, это было просто супер, потому что это действительно показ живой работы. И тут главное не теоретические какие-то заскания, а именно практика. И вот я надеюсь, что в ближайшее время Украина все-таки будет и дальше так же интенсивно двигаться по направлению медиообразования. То есть, что я имею в виду? Что это будет интегрировано в учебный процесс, что это будут действительно интегрированные уроки, что это будет более тесная связь с медиа, и таким образом мы пойдем по пути всего цивилизованного мира. Вот, судя по всему, что представительство этой конференции международное очень широкое, да? То есть, как вообще сравнительно, какие впечатления у вас в опыте наших коллег? Ну, финны очень далеко впереди, понятно. Но у них очень интересно, мне очень понравился их опыт интеграции, интегрирования с библиотеками работы. А что касается Армении, то вот игра, это у них мне очень понравилось интерактивно, а все остальное мы впереди и мы передаем им опыт. Что касается Польши, то тоже тут очень интересен опыт именно кино, вот каким образом ребенка грамотно научить смотреть визуальный текст. Это же вторая международная конференция уже. Ну, вот если сравнивать тот период, начальный период и нынешний период, то, наверное, мы шагнули вперед или еще пока рано? Очень сильно, очень сильно расширяется, особенно в сфере высшего образования, потому что энтузиасты и раньше были на местах, в школах. А вот в сфере высшего образования это было мало. А то, что теперь готовят студенты, студентов по специализации в медиа образования, это супер. Продолжение следует...